всем привет у меня есть что опять показать поэтому я опять вернулась по многочисленным просьбам надолго оказывается я не могу уходить ну и хочется конечно когда есть чем поделиться такой красотой это ансидиум ансидиумы у меня присутствуют в моей коллекции и наверное именно этот благодаря моему мужу ему он очень понравился года два назад и вот в этом году конечно на удивление у меня нарастил новые я не помню две или три точно псевдопульбы и вот 245 цветоносов только здесь вот еще наращивает еще не открылись эти уже наверное недели две цветут и наверное многие знают что это за ансидиум обалденный он мне почему-то всегда как-то вот в преддверии нового года наверное ну так и получается месяц остался название у него вот такое baby raspberry chocolate ансидиум малиновый шоколад я занесла вчера его во внутрь дома это просто аромат конечно вот реально невероятно сладенький вкусненький цветочки как их показать они небольшие но такие яркие звездочки это желтая серединка и желтый на кончиках ну красивее очень красиво ансидиум я его пересаживала в том году и пересадила тоже не очень крупный не в очень большой горшок я поняла что я очень легко могу залить ансидиум ную группу и там горшочек совсем небольшой как вы видите ну и вот такие вот грозди просто шикарные они такие крупные псевдобульбы но цветение обалденное супер птички поют солнышко встает ну теперь из попугая моя красота мой цветущий уголочек мой цветущий рай и наверное я начну с этой вот стороны не обращайте внимание на задний план у меня постоянный бардак все что-то я пересаживаю что-то я вечно делаю ну и это моя красавица white bad plant так вот я вчера кстати оторвала наверное четыре или пять огромных листа вот примерно вот таких вот как вы видите да они начинают портиться начинают раздваиваться у основания расстраиваться даже потому что основание растет и но некрасиво эти листья такие уже некрасивые эти невероятные усы есть у меня отдельное видео обожаю это растение супер очень начал хорошо расти в этом году листья и дал мне парочку еще деток и там вот еще смотрю я есть основание цветы поэтому надеюсь цвести будет долго ну и плавно переходим конечно же к орхидеям и на переднем плане вот такая вот братья мне когда-то ее отдали маленьким кусочком сказали забирай кто-то и не продал из нашего клуба на очередном на очередной выставке и мне ее отдали я ее посадила думаю ну посмотрим у меня как-то ансидиумная группа не сильно росла думаю ну может быть начнет расти и вот смотрю хорошо ей понравилось у меня и даже вот столько вот цветоносов природная брасия долго она очень растила эти цветочки звездочки такие вот размер они не мне огромные и не маленькие классные это моя катуклия 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 все запуталась совсем в общем вот такое название очень ее любят судя не один раз уже повторяла наверное за ее такой вот правильный красивый цветок яркую губу это конечно же гибрид вот такой вот гибрид гибридович очень много там силу цветочки имеют приятный аромат и цвести будут очень долго это у нас дождик погода вообще непонятная у нас его дождик видите повредил цветочки ну ничего страшного открываются новые супер вот у нас весна получается энциклии брасии это энциклия точно также продолжает цветение и на мое удивление пурпурата понемножечку конечно уже увядают цветочки как вы видите но еще она держится что это у нас тут за такое насекомое полу паучок какой-то это новые цветоносы у дендровиума здорово когда огромное растение так они одни бутоны сменяются на другие есть вот еще бутоны они постепенно растут открываются супер здорово так но это вот я не показывала в том видео они уже были почти открыты очень тяжело всегда показывать этот я его так вот приподниму чтобы увидели цветочки как ландыши такие ландыши только желтого цвета это австралийский дендробиум и я его когда-то наверно года два назад я его посадила вот так вот на такую длинную длинную палочку и мне хотелось хочется вернее чтобы это все так опять у нас улитка чтобы это все дело заросло ну вот постепенно постепенно я смотрю он так хорошо начал ветвиться здесь даже вот еще один цветоносик с этого ростика с этой стороны поэтому это одна псевдобульбочка видите выдала два цветоноса серединке и сбоку поэтому когда все нравится это наши дендробиумы австралийские они очень интересно растут я нашла картинку вставлю очень конечно здорово было бы до увидеть орхидеи в природы в природе но в наших краях это не растет поэтому нужно куда-то ехать и за этим наблюдать но ничего мы мы себе сами устраиваем здесь красоту такая вот нежность но это моя красотка я и очень люблю особенно когда она вот так вот во все стороны цветет цвет вот точно передает такой красивый нежный лавандовый это котлеанте final blue я ее уже не один раз показывала в своем видео это гибрид волкирианы я не помню показывала я уже или нет ну вот такие вот здесь она скинула всего осталось два бутончика и придется ее конечно пересаживать я ее хотела пересадить потому что она растет вот еще в моей старой посадке где я ложила мох внизу но я увидела что растут три новых роста и закладываются бутоны поэтому я конечно уже ее не трогала господи в улитке по утрам просто ходи и собирай аромат у нее просто невероятный от волкирианы конечно и же достался супер здесь вот такое чудо у меня цветет мне когда-то очень понравились ее цветы и мы не знали название ну потом все таки определились конечно же здесь заметно губа эти раз росписи на губе от форбезиай ну и это гибрид муссиай на форбезиай у меня как раз сейчас тоже цветут две формы эту я показывала в предыдущем видео это альбовая форма форбези и вот распустились новые цветочки обыкновенной формы форбези эти только открываю они такие еще как непонятный вот эти вот уже открылись цветочки эти тоже открываются такие невзрачные такие какие-то это что у нас здесь произошло кто-то наверное опылил кто-то уже только был открылся цветочек и уже все в общем цветочки наверное чуть чуть крупнее чем обыкновенная форбези ну альбовая у меня такие они прям большие для форбези у меня небольшие цветы ну и конечно гибридном оси могли бы цветочки быть немножечко побольше ну это расцветка это губа как у моси двойная расцветка супер получилось и я ее тоже пересаживала не так давно и на мое удивление не было у нее не бутонов ничего я думаю ну я ее пересажу кстати я наверное даже отрезала там что-то потому что она не влезала в этот горшок и вот как вы видите она уже даже запустила новый корешок любят они эти горшочки вы с этой стороны супер и вот так вот тут еще бутончик есть вылез красотка форбези радует своим цветением сейчас аромату гибридной есть я чувствую обыкновенных форбези нету никакого вот наверное и разница гибридные конечно пахнут красотки мои ботайгер также продолжает цветение мне кажется еще более темные такие стали цветы супер но доза также цветет и постепенно она конечно первый цветоносик и и уже отцветает такие белоснежные сердечки и здесь вот еще два два цвета носика растут поэтому будет надеюсь долго меня радовать так ну что еще что я вам не показала ванда креста то дружок прилетел просит покушать где ты дружок ну и чего ты там кричишь что у тебя там кушать нечего крикун так ты что да во всей красоте всех разбудил кто еще спал всех разбудил это точно кажется я здесь остановилась удивляет меня конечно ванда креста то настолько долго она цветет но ванды вообще долго цветут но это не знаю очень долго очень и дениса не она тоже красавица такие яркие цветы супер так ну а что здесь у нас из новенького из новенького даже второй цветочек открылся у пафиопедилума буду долго они цвести гибридные энциклия цветет это малышка мои осьминожки все ничего не меняется ну а здесь когда-то снимала видео это моя очень давняя видите по берке наверно понятно уже да что он сколько и лет одни из первых когда я покупала сеянцы очень маленькие вот наверное эти центральные бульбочки это было ее были ее первые псевдобульбы ну и вот как вы видите это гибрид на amazing thailand только недавно вот наверно вчера позавчера смотрела с веточки на видео по поводу amazing thailand какие они бывают они конечно шикарные ну и я ждала тоже это цветение и на удивление мне она выдала два цвет два цветочка первый раз она у меня зацвела ну и вот такие вот получились просто желтые цветы хотя видите должно быть да что-нибудь там где то ну конечно есть губа такая вот но я все жду потому что может быть amazing thailand все-таки они набирают цветение и цветочки меняются но здесь я вижу что вряд ли что-то поменяется единственное что конечно это насыщенная такая желто-оранжевая губа красивая но это пострадали водичка капала видите и все пострадали цветочки так к чему я это я думаю ну наверное когда я покупала думаю не было название просто написали гибрид и когда я посмотрела что это за название в общем это ринхлоелия ринхлоелия котлея мисс thailand называется и кстати она у меня тоже есть в маленьком размере я ее покупала когда я покупала разновидности своей amazing thailand и в общем ну посмотрим как вторая расцветет ну пока что это вот такое вот такие вот два цветочка там тимбизиумы ну а здесь очередная королева королева пурпурата корнея и я не знаю мне кажется что она самая красивая как для меня из пурпурат люба конечно мне хотелось иметь огроменный куст но она пока что находится в таком вот маленьком я бы сказала горшочке ну и растет в две стороны это понимаю или в 3 даже до в 3 потому что здесь вот новый ростик еще ну слушайте здорово вот она такая наверное мне кажется не такая огромная или потому что это молодое растение потому что конечно это ведро я не знаю но это ведро но внутри уже пустота я уже показывала ее в том видео ну а это огромные такие же цветы и это невероятно нежная губа супер у нее также присутствует очень нежный аромат цветы огромные и на мое удивление она зацвела вместе с моей обыкновенной пурпуратой она у меня когда ее покупала она вообще не должна была цвести в то время не знаю мне отключение что ее зависли откуда-то с другого полушария и она просто постепенно постепенно начала перестраиваться на мои условия и сейчас зацвела когда цветут пурпуратой мне кажется что она даже как-то и два раза в год свела ну здорово такой огроменный цветонос 5 цветов букетище просто вообще можно ничего не говорить просто рассматривать эту красоту и и и и и и и и что из новенького еще раз цвело что я не показала это вот это малышка но у меня с того года живет и вот вы видите опять дождь повредил было у него два бутончика 1 из-за дождя она сбросила и 2 открылся ну такой милый цветочек такая красивая форма с прошлого года живет у меня это малышка и название у нее котлеанта chief berry это гибрид 2012 года котлея love castle которую я тоже у меня она в хотелках я конечно видела ее цветение на просторах ютуба и она мне очень нравится ну может быть когда-нибудь она у меня появится и котлеанты sunrise doll в общем получилось вот такое вот красивое дитя энцикля маленькая еще продолжает цветение распустилась опять целогинка целогина спицыуза она меня конечно балует всегда цветет за всех отдувается цветет постоянно как же периодически круглый год я так уже привыкла к ней что она всегда цветет еще бутончики нужно наверное и не знаю нужно пересаживать не нужно давно давно она у меня живет в этом горшочке смотрю вот бульбочки уже даже начали нарастать на бульбы ну посмотрим ну и наверное закончу уже сменились мои новые яркие бабочки на вот такие это ринантера природная называется 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 при ринантера лет на менсис у него цветочки побольше конечно чем у той которую я купила гибридную и меня что еще радует я смотрю что здесь она дает столько новых ростиков деток надеюсь что когда-нибудь расцветет красиво на парочку цветоносов и как вы поняли он еще полностью не открылся но уже такой вот цветочки не маленькие супер ну и история помните недавно выставка орхидей было и там была красавица айрангис розея которая девять лет ее растили и она расцвела ну не знаю вот у меня один цветонос такой вот у меня это орхидея два года как вы видите конечно размерчик маленький пока что я не вижу никаких деток ну я надеюсь цвела она у меня в том году и в этом году долго она очень наращивает свой цветонос но такие милые цветочки они конечно похожи чем-то между собой все они такие маленькие милые но когда ты видишь этот экземпляр на на выставке который цвел настолько цветоносов конечно же есть к чему стремиться ну что будем ждать конечно 9 лет это такой серьезный серьезный размер уже был ну хотя бы чтобы наполовину он у меня вырос и расцвел наполовину цветоносов было бы конечно здорово кто не видел обязательно посмотрите выставку победитель супер просто обалдеть ну в общем вот такие вот милые голубки ну что всем пока пока до новых встреч до новых встреч